всем привет с вами ванок на моем канале уже вышла к целая куча видеороликов по мото бей 2 банал орд масштабная знакомство с игрой в трех частях два видео урока разбор модификации для этой игры и даже может быть еще что то что я мог упустить в принципе наверное вы уже даже насытились этой игрой и понятное дело что выпускать еще один ролик формате таких вот довольно абстрактных размышлений это ну несколько не то что наверное ждете хотя с другой стороны многие любят мою болтовню и многие возможно вполне на этом канале именно ради нее здесь и присутствует ну и конечно же информация поэтому скажу сразу сегодня у нас будет много воды прямо налью я вам ее массу но будет и полезная информация будет вполне себе объективное размышление поэтому в принципе эти видео должны наверное насладиться и те и другие но может быть кому-то стоит промотать дальше я если не забуду сделаю таймкоды уже в комментариях данного видеоролика куда вам нужно переходить если хотите уже по существу посмотреть но мы давайте уже будем приступать непосредственно к рассказу который я сегодня для вас запланировал и начать я хочу самого главного с того что эта игра получила уже сейчас а получила она я думаю что вы прекрасно понимаете признание довольно широко и пускай эта игра сейчас уже в плане ее активности в плане популярности начинает постепенно снижаться что вполне себе объективно и что вполне себе обоснованно то есть если в начале первые дни игра достигла в пике 248 тысяч играющих то сейчас она эта самая активность упала аж до 126 тысяч и продолжает падать возможно где-то на определенном моменте она закрепиться но в принципе на самом деле даже свыше 100 тысяч играющих это уже большое достижение это уже реально событие и это событие даже в таком виде она уже успела стряхнуть общественность многие посмотрев на такую популярность этой игры решили тоже в него поиграть решили обратить внимание и в эту игру сейчас играют и об этой игре рассказывать в том числе и те люди которые даже никогда не слышали о первой части и которые вот только сейчас познакомились с mountain blade серии и открыли себе эту замечательную игру пускай как мы установим дальше не без огрехов не без косяков и эти косяки опять же они все вполне себе объективные и здесь уже никак ничего не попишешь поэтому сегодня в принципе я вам хочу сказать о следующем о том что игрушка популярна но вот эта самая популярность может быть где-то даже дана ей в этом смысле ну не совсем заочно но вот свыше того реального уровня на которой турки заслужили то есть турки сделали хорошую игру но она хорошая именно в рамках той весовой категории на которую они изначально рассчитывали то есть категория инди таких игр где-то чуть выше среднего но все-таки еще индия и на полноценные 3а продукты эта игра все равно не тянет и при том что в принципе она стала намного лучше первой части я здесь совершенно не хочу идти так сказать в ногу с некоторыми сейчас игру критикующими дескать игрушка она так осталась такой же никаких изменений это тот же warband ну это еще раз говорю совершенно не так если просто начать разбирать элементы в том числе и те которые я вам уже показывал о которых рассказывал в рамках знакомства за этой игрой и три видеоролика которые я выпустил они думаю вам должны уже сказать что все таки это не та игра это игра с масса изменений просто возможно эти изменения в плане количественного качества какого-то уровня может быть не дотягивают до того что хотели люди туда но здесь нужно любом случае разграничить такой момент что есть объективные претензии есть претензии которые действительно ну с ними ничего не поделаешь не попишешь и это вполне себе разумная критика а есть претензии вот которые звучат на эти вот от людей которые просто от расстроены здесь я уже в принципе давно говорю многим и писал на форуме о том что я считаю что многие из тех кто сейчас ругает эту игру а их все-таки объективно гораздо меньше чем тех кто ее хвалит они на самом деле относятся тем людям которые играли еще в первую часть являются ветеранами много времени уделили этой игре и действительно так уж получилось что в силу слишком долгого срока разработки слишком высоких ожиданий слишком вообще просто каких-то завышенных собственных эмоций которые не накрутили накопили в себе вот получилось так что они увидели это и куда-то вся накопившаяся энергия она выпресснулась виде негатива или сейчас больше ругает игру не потому что она объективно плохая а потому что они сами получили не то что ожидали а их принципе может быть и не могли бы получить то что ожидали потому что это невозможно потому что их ожидание это за грани объективной реальности это прост ул Allies такие фантазии которые являлись изначально несбыточными, но просто люди об этом сами не понимают. И их вот эти хотелки, их ощущения, их вот эти все какие-то иные совершенно представления о том, какая бы должна была быть эта игра, они в итоге вот таким образом выплескивают просто в виде негатива, в виде вот таких резких своих эмоций, которые они даже может быть не могут сдерживать, потому что опять же закипает в них вот эта самая буря страстей. И вот получается, что многие люди, они может быть даже и не хотели бы, может они в обычной жизни вполне себе сдержаны, а тут они вот такое выкинули. Причем надо понимать, что вот эти самые комментарии, они зачастую идут от действительно людей, которые вроде как когда-то раньше эту игру обожали и так неожиданно перейти с одного на другое, хотя опять же, если смотреть на критику, то получается, что она вовременно к игре выдвигает претензии, что она плохая, и что она при этом не изменилась по сравнению с первой частью. То есть, если вам нравилась первая часть, почему в таком случае игра, которая, по вашему мнению, является такой же абсолютно, практически не изменившись, является плохой? Вот как бы такое интересное сравнение, то есть, опять же, абсурдность вот этого сопоставления взаимоисключающего и параграфа. Ну ладно, это опять же все эмоции, это опять же вещи, которые связаны больше с какими-то там выходящими за рамки объективного сравнения, объективного сопоставления. И я думаю, что в этом плане, ну, ничего не сделаешь, если человеку не понравилось, то не понравилось, если понравилось, то понравилось. И спорить о вкусах бессмысленно, но просто я хотел бы высказать свою позицию касательно именно вот такой ситуации, что я, допустим, даже являясь человеком, который сейчас видит многие недостатки этой игры, объективно не согласен с такими людьми, которые просто сейчас накидывают, потому что просто у них, опять же, эмоции бурлят. Ну, ребят, вот так получилось, здесь, в общем-то, ничего не попишешь, не нравится, надо просто забыть и просто сделать вид, что вторую часть не выходила, потому что, ну, я крайне соневаюсь, что разработчики сделают хоть что-то, что вы хотите, именно потому что то, что вы хотите, это зачастую не какие-то объективные требования, а это вот как какой-то очень размытые формулировки, где-то сказать, тут не то, там не так, то есть каких-то реально четко сформулированных претензий нет и, как правило, все, опять же, эмоции. Хотя есть и наоборот люди, которые вполне себе вот четко эту игру критикуют и говорят, что вот это плохо сделано, вот это плохо сделано, вот тут разработчики накосячили, потому что вот так и так, ну, то есть расставляют все по полочкам и читая комментарии данных людей, ты понимаешь, что да, вот есть вполне себе объективно, пускай и негативная позиция, но здесь, по крайней мере, ты четко понимаешь, что просто человек видит иную концепцию и это иная концепция и у него четко в голове прорисовывается, причем зачастую, допустим, в плане мультиплеера люди, которые сейчас ругают мультиплеер, ну, это люди, которые имеют большой опыт в этом мультиплеере, то есть они не те ветераны, которые когда-то играли, наигрались там, сейчас уже забыли об этой, а которые до последнего играли в Warbank, которые знают, что такое правильный мультиплеер, знают, что нужно было бы сделать разработчикам для правильного мультиплеера и видят сейчас ошибки разработчиков, и их в эти самые ошибки так макают, как из щеночков, и может быть это звучит несколько так агрессивно, несколько так злобно, но в принципе, допустим, в плане мотиплеера действительно многие вещи сейчас разработчики сделали так, чтобы, ну, были претензии совершенно обоснованные и никак от них уже не уйдешь при всем желании, есть проблема. Хотя, в принципе, все равно играть можно, и многие сейчас сидят, играют и в принципе тоже себе нормальной игрой это считают. Ну, то есть позиции разные, позиции, само собой, есть, знаете, вот такие щенячий восторг, есть жуткое негодование, есть что-то посередине с разными оттенками, и понятное дело, что у каждого свои мысли, свои эмоции, влезать в чужие эмоции бессмысленно, бессмысленно считая, что если тебе понравилось, другим тоже должно нравиться или наоборот, это понятное дело, что все стоит совершенно за рамками какого-то объективного рассмотрения, и, допустим, говоря о том, что вот этот элемент хороший, ты подозреваешь, как правило, все равно, что он хороший лично для тебя, даже когда я делал обзор, я прекрасно понимаю, что многие могут посчитать, что ту вещь, которую я назвал хорошей, для них это не так, и, то есть, назвать меня там человеком, который эту игру чересчур расхваливает, хотя, как бы, кажется, и особенно ничего такого и не было. Вообще, в некотором смысле, я даже завидую тем людям, которые познакомились с этой игрой впервые, кто не играл в первую часть, кто еще вообще не понимает, что такое Матом Бэд, и кто сейчас именно в эту игру входит, как, знаете, в первый раз в веку. Входишь, говорят же, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. А люди сейчас, они именно в первый раз входят, и второй раз у них тоже не будет, наверное, своего собственного, но вот этот момент, вот это знакомство с игрой, ощущение от этого мира, от вот этих механик, от ауры вседозволенностей, ты понимаешь, что вот эта игра такая необычная, что она так отделяется ярко от многих других проектов, от горы просто серой массы, и, в принципе, когда-то все мы испытывали эти эмоции, может быть, в том числе мы и обижаемся, что сейчас мы их повторно не можем испытать, и, наверное, поэтому тоже есть определенная разница между отзывами человека, который только с этой игрой познакомился, который впервые в нее поиграл, и тех, которые в нее давно играли, и, может быть, поэтому одни говорят, что, дескать, эта игрушка вау, вся такая хорошая и замечательная, другие сидят и бурчат, дескать, а это не поменяли, это не поменяли, а такой вообще, я уже устал играть в это столько часов, а могли бы сделать по-другому. Вот, понятное дело, что разница есть, и даже при словотном мультиплеере, вот я затронул тему профессиональных, ну, условно, опять же, профессиональных игроков, а кто сказал, что вот они единственные правые, что те, которые сейчас просто сидят и весело скремишь и там играются, что вот их впечатления менее важны, чем впечатления вот этих типа прогеймеров. Но, опять же, есть разница, опять же, есть нюансы, и эти нюансы тоже, опять же, ну, нельзя их никак этой в единую кучу сбросить, все равно выделяются определенные направления, определенные эмоциональные составляющие, и это как раз таки и говорит нам о том, что эта игрушка уж слишком как-то разносторонне сообществом воспринимается, и много здесь всяких различных вот этих каких-то нюансов, которые, ну, пропуску ты от них не уйдешь. Поэтому, в принципе, вот налив, как я и предупреждал, столько воды, могу подытожить, что, понятное дело, что сейчас оценивать по отдельным каким-то элементам, по отдельным людям эту игру бессмысленно, нужно просто прийти и посмотреть, что получается в целом. А в целом получается, что, в принципе, на самом деле, игрушка вполне себе зашла, и даже если абстрагироваться от количества играющих, а просто пойти и посмотреть обзоры для данной игры. Вот заходишь ты в обзор и смотришь, кто пишет эти самые обзоры, кто ставит рекомендации, плюс или минус. Вот сейчас я просто открыл страницу в Тиме и смотрю именно на недавние, не самые популярные, а именно недавние обзоры и что там пишут люди. То есть положительный отзыв 47 часов наиграно, отрицательный отзыв 40 часов наиграно, дальше опять положительный 76 часов наиграно, отрицательный 47 часов наиграно. И дальше там, в принципе, опять же по порядку, где-то там влезает количество наиграно часов всего лишь 8 при положительном отзыве, где-то там, может быть, еще что-то случается, но в любом случае люди, даже которые ставят этой игре отрицательные оценки, зачастую, при этом сами в эту игру наиграли очень много. То есть это, наверное, все-таки какой-то так показатель, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что даже если человек имеет некий негатив, но наиграл много часов, значит, все-таки эта игра на эти часы его зацепила, значит, он получил свой фан, и сейчас он скорее высказывает свой фи. То есть не говорит, что игрушка прямо полноценная говно и вообще не связывается с ней ни в коем разе. Нет, скорее про то, что вот есть проблемы, эти проблемы его раздражают, бесят, и надо их править, и, дескать, разработчикам, давайте, давайте, уже возьмите за эту игру, да, делайте ее, и тогда я опять сменю свою позицию, и опять я уже буду продолжать в нее играть и получать в нее удовольствие. И вот это, кстати говоря, тоже, опять же, важный момент, потому что мы все прекрасно понимаем, что ранний доступ – это ранний доступ, и здесь ожидать иного было бы глупо. То есть игрушка, она, в принципе, как нам обещали разработчики, в том состоянии, в котором вышла, она вполне себе играбельна, и контента на ней действительно много, и кто бы там ничего не говорил, но все-таки я здесь считаю, что разработчики нас не обманули и поступили вполне себе честно и открыто, то есть выпустили вполне себе полноценную игру, где есть все-таки некоторые заглушки, правда, эти заглушки надо еще выискивать с лупой, потому что не так, понимаете, как где-то там картинка отсутствует, где-то там еще что-то, а нужно сидеть и провачивать в голове, то есть в идее о том, что сделано, и что могло быть сделано, и сопоставлять. А вот этот, собственно, момент не проработан просто потому, что разработчики не додумались его сделать, и просто не успели и оставили на потом. Вот, кстати говоря, тоже, опять же, проблема с этой игрой, потому что здесь есть реально очень большой пласт вещей, которые многие хотели бы увидеть, и объективно полностью этот пласт, ну, невозможно реализовать, просто потому что то, что вообще зачастую хотят люди получить, это объем, который был сделан за долгие годы существования первой части, за годы существования Warband, когда мододелы садились и делали кучу замечательных модов. Вы можете прям зайти в наш раздел файлов, если вы до сих пор каким-то макаром с ними не знакомы, и увидеть, что там были такие моды, такие, про средневековье, про фэнтези, про фантастику, в том числе даже звездные войны там выходили, про вот середины колец, про всякие там элементы, связанные с дипломатией, про возможности брать свои войска и делать формации, про новую систему рекрутинга, про морские путешествия и сражения, и причем надо заметить, что часть из этих вещей разработчики все-таки пытались реализовать, правда, не своими силами, а силами уже других людей, например, Огнем и Мечом или же Викинг Конквест. Это, в принципе, не сами турки-то делали, это уже делали другие команды, но которые, в общем-то, основывались на их игре, то есть на Mountain Blade, и под руководством турков делали. И в итоге вот получались, в принципе, моды с неким таким финансовым уклоном, но, в принципе, те же, по сути, моды. И вот весь этот объем, который был сделан, понятное дело, что он условно в голове пользователя переходит и в баннлорде, так сказать, вот мододелы сделали, а почему в баннлорде этого нет? Ну, я думаю, что те, кто все-таки более-менее умеет сопоставлять факты, прекрасно понимают, что делать все невозможно, причем многие вещи, ну, не все, конечно, но часть из них – это взаимоисключающие параметры, то есть вот у нас одно решение есть, а есть совершенно кардинально ему противоположное, просто это разные моды, в одном моде сделано так, в другом – иначе. И, соответственно, что брать, что вообще является истиной – вот это или вот это? По количеству фанатов ориентироваться? Ну, это не совсем правильно. По качеству, ну, тут опять же вопрос – а что считать меркой качества, и почему, допустим, вот это качественно, а вот это нет? То есть здесь, в любом случае, понятное дело, что много запросов, много требований, но все эти требования в любом случае ожидать не стоит, и если, допустим, когда-то я говорил еще только-только, когда игра вышла, что, дескать, мода, которая будет выходить – это не заслуга самих разработчиков, не дает им права на индульгенцию и не должно как-то там им скащивать их собственные косяки. Нет, это отдельная работа, которая дополняет, понятное дело, что общее впечатление об игре, и когда ты играешь в моды, ты все равно восхваляешь в том числе и разработчиков оригинальной игре, но все-таки это другое. Но при этом надо понимать, что, да, это разработчикам никаким образом их косяки не прощает, но все равно это будет сглаживать твои ощущения, и это будет, по сути, приводить ситуации к такому виду, который существовал когда-то еще, когда у нас варбан был, а бандлорда еще не было. Будут выходить модификации, да, это случится не скоро, еще даже разработчики инструментов мододела не выпустят, еще непонятно, когда это случится. Но, тем не менее, рано или поздно начнут выходить крупные моды, начнут заполняться вот этот вакуум, который был создан, потому что, опять же, я говорю вам, что не все разработчики реализуют, что-то реализуют, что-то добавятся в игру, и будут заполнены определенные элементы, а что-то не будет заполнено. И вот то, что не будет заполнено самими разработчиками, заполнят мододелы, и, в принципе, все вернется на круги своя. То есть люди будут играть в то, что им интересно на основании различных модов, на основании выбора между этими модами. Ну и, соответственно, натив сам по себе, наверное, со временем станет таким, знаете, чем-то уже, что не особенно интересно играть, потому что это натив, потому что он скучнее, чем модификации. Ну и потому что, понятное дело, что наличие модов дает тебе разнообразие. Разнообразие это именно, когда тебе постоянно что-то новое подкидывают, а натив, он вряд ли будет постоянно что-то новое подкидывать. а моды будут постоянно меняться, новые выходить, дополняться. И в этом плане, само собой, они имеют гораздо больший перспектив, но это и ожидаемо. Мода это то, что улучшает оригинал. И понятное дело, что оригинал в таком случае смотрится хуже на фоне улучшения, и это вполне себе объективные вещи. Ругать игру за то, что она хуже модификации, но это, мне кажется, несколько так глупо. И в этом плане, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы считать, что раз моды были лучше первой части, если моды улучшали первую часть, то они почему-то должны быть хуже и второй части, дескать, вот у нас вторая часть вышла, она должна сразу все впитать в себя, неожиданно там из космоса все вот эти идеи выхватить, и сами они там в игре зародятся, знаете, вот как концепция, что мыши зарождаются из грязи, вот также концепция, что хорошая игра зарождается из чего-то там такого специфичного, а не потому что разработчики ее такой сделали. Вот, поэтому на самом деле я считаю, что в данном случае ругать турков можно, и много косяков они совершили, и давайте мы сейчас, чуть-чуть позже все-таки эти косяки перечислим, ну, прям не каждое, но отдельно какие-то самые-самые крупные моменты, мы сейчас за них тоже схватимся. Но прежде чем это сделать, еще раз вам повторяю, да, турки накосячили, да, есть за ними некий такой шлейф, идущий неких таких ошибочных решений, и не все у них получилось идеально, даже в отрыве просто от раннего доступа, а в принципе, но это турки, и все-таки это не те ребята, которые прям имеют огромный опыт, у которых огромные средства, это, напоминаю вам, ну, уже не маленькая, но все-таки не огромная инди-компания, у которой нет безграничных ресурсов, у которых нету каких-то там сверх-оригинальных, сверх-умных, сверх-сверх-сверх-сверх прям вот таких людей, которые способны прям взять и вытянуть эту игру, как, допустим, вытягивают, по крайней мере, вытягивали раньше игры какие-то там именитые геймдизайнеры, и сам Армаган, он тоже, в принципе, ну, не совсем уж и гений, то есть, да, у него есть опленные задатки, человек, который думает нестандартно, и в свое время все-таки как ни крути, а он поломал многие шаблоны, сделав первую часть Mountain Blade, но все-таки это один успех, и говорить о том, что на фоне одного успеха его надо считать прям какие-то там сверх-человеком, ну, это бессмысленно, это просто человек, который в свое время очень удачно попал в определенную струю, и эту струю я вынесла сейчас на тот уровень, который сейчас находится, то есть, он сделал бы на лорд, и понятное дело, что ожидать от него, что он сделал бы что-то шедевральное, можно было бы, да, но, как бы, какие реальные шансы были, что он действительно сделает игру без сучка и задоринки, ну, я сомневаюсь, на самом деле, что это было бы возможно в принципе, то есть, у этого человека и у команды, которая делала Battlelord, я считаю, что вполне объективно изначально присутствовали все, так сказать, заделали того, чтобы накосячить, и это лично для меня было очевидно изначально, хоть я и надеялся до последнего, что они сделают прям все хорошо, ну, так сказать, они же одно, а реальность другое. Так вот, насчет косяков, как раз, что многие ждут, но я думаю, что многие их уже успели увидеть, эти косяки связаны со многими вещами, и эти многие вещи, они во многом опираются на дневнике разработки, то есть, нам и заработчики в свое время обещали одно, а получилось так несколько немножко другое, или, допустим, не обещали, но все ожидали этого, и это уже не те ожидания, знаете, как я говорил, что типа в модах это было сделано, поэтому и в игре должно появиться во второй части, нет, это именно ожидания, которые были вполне себе разумными. А именно это, для начала, искусственный интеллект, и я бы даже сказал так, искусственный интеллект в этой игре, он как бы есть, он изменен, но он недостаточно умен. То есть, многие вещи, которые он совершает, это все те же глупейшие ошибки, все те же разводочки, на которые искусственный интеллект ловится, и игрок все еще может, знаете, взять и в отдельной ситуации просто противника переиграть полностью, потому что противник просто не знает, что в этой ситуации делать. Мысли о том, зачастую шаблонные, нам разработчики обещали какие-то умные действия именно в рамках сражений, но зачастую эти сражения протекают довольно банально. Противник стоит под градом стрел, ну, может быть, там, под градом, но, допустим, просто вот так взять и расстрелять небольшой отряд вражеской кавалерии, который будет стоять до последнего, ты можешь сейчас без проблем. Начать как-то там отгонять лучников, которые просто от тебя будут бегать и не будут выполнять свою основную задачу поливать своих оппонентов стрелами, ты тоже можешь. Ну, и так вот можно продолжать, то есть компьютер вроде как действует несколько иначе, и все-таки его системы, схемы поменялись, и даже где-то, наверное, чувствуется прогресс, но в основном все-таки есть косяки, и эти косяки надо исправлять. То есть я верю, что их можно исправить, что можно сделать искусственный интеллект действительно умным, проработанным, и ситуации сражений сделать намного более богатыми, и это серьезно изменит сам игровой процесс именно в рамках этих сражений. Но для этого нужно прикладывать силы. Идем дальше, и сразу перекидываемся в сторону мультиплеера. И главное здесь претензия, отсутствие выделенных серверов и отсутствие действительно соревновательных режимов. То есть многие сейчас, да, играют в скермиш, но люди, которые более-менее разбираются именно в киберспортивных дисциплинах, ну, по крайней мере, более-менее нормально играли в классический варбанк, то они сейчас говорят, что скермиш — это, знаете, такой довольно казуальный режим, в котором, по сути, как таковые, допустим, кланвары толком не проведешь. Толком не сделаешь какую-то там именно соревновательную часть. То есть ты можешь просто встать в команду и радо там на кого-то попасть. Сейчас многие на эти команды сделают как? Говорят, что мы, типа, сейчас одновременно нажимаем кнопочку старта сражений, и, быть может, нас тогда закинет вместе, то есть в отдельный бой, где мы будем уже, типа, устраивать такой-то даже не кланвар, а скватвар, хотя, в принципе, особенной разницы здесь нет. То есть получается такая вот немножко кривая эта схема, которая явно не достает нормальной организации, и этой организации разработчики не дали. То есть не дали они нормальных режимов, не дали выделенных серверов, а поэтому мультиплеер сейчас находится, знаете, в таком подвешенном состоянии, вроде в него можно играть, можно даже фаняться, но при этом же чего-то там нормального выжать из него пока что нельзя. И все, конечно же, поменяется в будущем, но когда это наступит, пока что непонятно, и на самом деле, по факту, сейчас разработчики сами себя загоняют в тупик тем, что постоянно выпускать какие-то патчи, и вот это постоянное выпускание патчей, оно, на самом деле, в том числе мешает выпуску нормального выделенного сервера, потому что, понятное дело, что для себя внутренних каких-то там организаций одно дело выпускать сервер, а постоянно его обновлять, публиковать на сайте и рассматривать еще и фидбэк, и рассматривать косяки еще и непосредственно связанные с сервером, это уже другое. Ну и плюс еще в сайте говорят, да, сами патчи, это тоже большая сейчас проблема, потому что разработчики прям так сейчас рьяно кинулись игру допиливать, вот эти баги пофиксили, вот эти прям, ох, мы молодцы. А на самом деле, да, в принципе, молодцы, конечно, отчасти, но с другой стороны, они вот такими сейчас рьяными шажочками, они на самом деле и кучу косяков создают, и уже был прецедент, когда выпустили патчи, а он начал ломать сэви, потому что нехорошо протестировали его, недостаточно протестировали. И многие вещи сейчас, которые разработчики кинулись допиливать, ну вот если откинуть всякие там фиксы, критические вылеты там, какие-то иные действительно важные проблемы, то отдельные вещи, которые сейчас правят разработчики, это явно не то, чего ждут люди, то есть они начинают за баланс схвататься, тут схватились, там схватились, тут еще что-то подправили, какие-то там, оказывается, они кучу предметов поначалу в игру не просто не добавили, то есть они как бы были в базе данных, но они не присутствовали в магазинах самой игры, и разработчики их в одном из патчей вновь открыли. Вот там еще какие-то были проблемы, которые, ну, в принципе, конечно, надо править, но вопрос, а, собственно, почему это не было сделано сразу, и почему, собственно, много таких сейчас косяков всплыло в первой неделе, и почему бы просто бы не посвятить, допустим, было бы неделю до выхода отлова таких косяков. В принципе, их сложно не заметить, это не тот случай, когда, знаете, какой-то редкий баг на каком-то там специфичном конфигурации компьютера, здесь понятно, здесь все не отловишь, а вот такие вещи, ну, почему-то разработчики не захотели их оттестировать, но, видимо, совсем уже ничего не успевали они сделать, и поэтому вот так уж они в сердцах сказали, ах, ладно, даже на день раньше выпустим, там была не была. Ну, и плюс многие вещи, в принципе, сейчас, ну, не то, что надо править именно сейчас, то есть баланс и прочее, да, он важен, но баланс подождет. Давайте сначала все-таки определимся с какими-то там основополагающими элементами, давайте все-таки начнемся пока что вводить то, что прямо сейчас игрокам именно не хватает, то, что вы должны были сделать и хотите сделать, но еще не успели, давайте вы это будете доделать, патчик там порежет, да, киксы надо делать, но не так часто, и как-то с разумными пределами, и, в принципе, разработчики по окончании двух недель релизы все-таки дошли до этого и начали уже патчи сначала тестировать, то есть запускать вот этот бета-бранч, ветку бета-версии патча в специальной закладочке бета-версии, а потом уже выпускать ее на релиз, и так уже один раз поступили, то есть один патч уже после тестирования вышел, и вроде как более-менее нормально, хотя тоже есть некие нарекания. Плюс постоянно что-то меняется, то сюда, то сюда, экономика пляшет, знаете, вот в разные стороны, где, так сказать, тут сначала вот так было, потом патч кардинально поменяли, допустим, караван, теперь уже совсем иначе экономика строится, и уже иначе совсем все чувствуется, иначе уже баллов с фракцией. Изначально баллов с фракцией тоже какие-то непонятки были, то есть фракции реально слишком часто воюют, и реально вот это сейчас то, что происходит на гамбальной карте, я считаю, что нужно тоже с этим бороться, и нужно как-то взять и нормально все это дело оттестировать, нормально все спланировать, составить единую схему, посмотреть, работает ли все нормально. Вот нет такого, что вот фракция, как сейчас происходит, только-только закончила войну, и тут бас, они опять друг другу войну объявляют. Нет ли такого, что фракции просто истощаются из-за постоянных войн, нет ли такого, что просто, в принципе, нелогично действует действие многих оппонентов, и когда, допустим, надо давить общего соперника, который намного сильнее тебя вдвоем даже, но при этом возможность вдвоем ты все-таки на него накинешься, то хоть что-то сделаешь, они почему-то между собой воюют. Вот такое случается, то есть опять же какие-то балластные вещи, то есть надо все дело сначала спланировать, разобраться, работает ли вот при таком подходе, выпустить большой патч, который все меняет, а потом уже, ну, за исключением каких-то там совсем явных косяков, не трогать и вообще не перепланировать. Сейчас разработчики в одну сеть там какую-то вещь влезли, в другую вещь лезли, то есть как бы такое ощущение, что они просто не понимают, за что надо браться, то есть берутся за все и все толком не доделывают. То есть с патчем у них сейчас есть некие такие вот какие-то непонятки, и опять же считаю, что это отсутствие опыта, то есть те вещи, которые могли бы быть заранее предусмотрены, но разработчики попросту не допетрили до того, что это можно вот так сделать, а не иначе. Технические проблемы тоже они, к сожалению, есть, тоже есть много нареканий со стороны игроков, хотя, допустим, я отношусь к тем людям, у которых неожиданно игрушка чувствовала себя вполне нормально с самого релиза, меня не портили сейвы, не было вылетов, ну, там может быть было парочку на самом-самом начале, вот и все, и сих пор она работала более-менее стабильно, там где-то, может быть, подлагивала когда-то еще, штурмов подлагивала, сейчас, может, тоже после последнего патча начали штурмов подлагивать, но ничего критичного, то есть играть я могу нормально, без каких-то там совсем уж раздражающих фризов, которые, допустим, были в Кинэнкэм у меня когда-то, помните, когда только Кинэнкэм вышло, там тоже было масса проблем, связанных именно с тем, что игрушка фризила, вот тогда была определенно вполне себе ситуация, когда можно было четко сказать, что игрушка плохо оптимизирована, сейчас же у кого-то игрушка летает, у кого-то она замечательно себя чувствует, у кого-то просто лагает, причем проблемы, они, знаете, как-то очень неловимые, и зачастую ты сидишь и пытаешься понять, а в чем проблема, там у часть людей, да, у части там на самом деле просто сами все дурачки, потому что запускают эту игру на характеристиках компьютера, которые попросту эту игру не тянут, то есть на двухядерных компьютерах, на слабых видеокартах, у многих там совсем уж слабенький, старенький, медленный HDD жесткий диск, а вообще желательно на SSD-шники все-таки запускать, и чтобы у тебя и оперативки было 16 гигабайт, и процессор там у тебя хотя бы шестиядерный, вот, а лучше восьмиядерный, то и третий десятый, то есть, конечно же, лучше иметь даже выше рекомендуемых требований, тем более, что они не слишком уж и большие, но даже если у тебя там где-то там на уровне ближе к минимальным, то, в принципе, вполне возможно, что даже в этом случае у тебя игрушка будет работать, то есть снижаешь там настройки графики, снижаешь Battle Size, работает, а у кого-то, наоборот, выше лагает. В чем проблема, непонятно, хотя есть опять же предположение, что у кого-то может быть там что-то с системой, у кого-то даже может быть там ручки кривые, хотя не факт, может быть там что-то с русификатором, хотя тут ничего не буду говорить, потому что есть люди, которые делали этот русификатор, они сейчас могут обидеться, дескать, вот я гоню на их Они столько сил в это дело вложили Нет, не хочу их ругать, не хочу еще обвинять Нет у меня информации никакой объективной Но чисто как предположение Мода, русификатор все тоже может влиять Это как бы нужно просто собирать статистику Нужно просто смотреть, что происходит Вот, кстати говоря, русификатор тоже отдельная тема И тоже опять же вопрос, а собственно Почему не сделан был он изначально Почему разработчики, которые занимались русификатором То есть проскальзывали сведения, неофициальные Но вроде были сведения, что разработчики Нанимали людей, которым делали перевод Но он не появился И, конечно, понятное дело, что русский язык Это не единственный язык в этом мире И даже не второй после английского И что все-таки не надо считать себя Какими-то там великими людьми И думать, что вот разработчики Именно тебе лично решили насрать в душу Не сделав именно русский язык А остальных им не наплевать, а на тебя наплевать Нет, само собой в игре сейчас только есть три языка То есть ожидаемо английский То есть это, так сказать, стандарт Москва это турецкий для своих и вполне себе ожидаемо Многие русскоязычные разработчики тоже делают русский и английский язык в своих играх Потому что, ну они русские, почему бы не делать русский И китайский А потому что китайский рынок, он, собственно, сейчас второй, если не первый по размеру в плане игроков И понятное дело, что на них, конечно же, плевать не стоило Что касается остальных языков, то напомню вам на всякий случай, что в этой игре отсутствует не только русский Но еще и испанский, итальянский, немецкий И там еще какие-то языки, которые, может, тоже не самые последние в этом мире Но они тоже отсутствуют И тоже, собственно, играют они на английском И, может быть, им это не так критично Потому что они знают английский, может быть, больше, чем ты Среднеэстетический игрок, который знает английский на уровне пятого класса школы Ну, в любом случае, это вот не тот как раз момент, где нужно считать это за косяк Ну, сделали русификатор, пользователи вполне пока что достаточно Потом выпустят уже официальный Ну, а так, само собой, по различным деталям, по различным решениям Можно сидеть долго докапываться Вот тут, допустим, мне обклюенные вещи не нравятся, там не нравятся То есть это все уже будет, знаете, на уровне такого детального разбора Он уже, в принципе, даже отчасти был И уже отчасти даже я эту игру поругал Но здесь уже больше всего элементы, которые, знаете, я пока что не готов сказать Что они вот такими и останутся даже вот через, допустим, месяц В плане возможности, что все-таки разработчики возьмутся за ум Возьмутся, так сказать, уже руками за нужные части тела остальные И сделают то, что нужно То есть доработать игру в тех моментах, где действительно это стоит доработать Добавить столь необходимого контента Выпустит выделенный сервер Может быть, даже инструменты мододелов наконец-то появятся Уже мододелы смогут нормально взяться на доработку данной игры Потому что, в принципе, уже куча модов вышла Уже там столько всяких мини-доработок Но это все на уровне именно мини Полноценные моды все равно только, когда выйдут уже инструменты мододелов И в этом есть вполне себе объективные причины То есть многие ресурсы пока что попросту мододелам недоступны Потому что они закрыты проприетарным форматом Надеюсь, это правильно слово я сказал Проприетарным, что-то в этом духе Ну, короче, те, кто в курсе, поймут То есть сейчас полноценным мододельчеством пока что заняться невозможно И это тоже, на самом деле, важный элемент Опять же, почему бы разработчикам сразу эти инструменты не выпустить? Ну, есть, видимо, какие-то причины То есть докамываться можно сидеть долго Можно сидеть долго эту игру нахваливать И можно долго сидеть ее ругать То есть это две совершенно не исключающие друг друга ситуации Два не исключающих друг друга потока Эти потоки могут длиться в том числе и от одного и того же человека То есть я могу эту игру сейчас сидеть и прям радостно фанбоить Говорить, вот, все, замечательно Эта игрушка прям такая, которую я ждал А могу сидеть на этой вот такой игре Говно тут, тут и тут А потому что говно это вот такое тут И то есть на самом деле, конечно же, это все несколько утрированное определение, что там, что тут, и я, допустим, стараюсь придерживаться все-таки что-то более среднего, но в том случае, как я уже сказал, что критика, что хвалебные отзывы, они в принципе в этом смысле равнозначны, и просто сейчас общее ощущение, вот именно то, как игра воспринимается в целом, то как ты ее для себя чувствуешь, все-таки пока что переваливает в сторону положительных эмоций, и даже, я бы сказал, не переваливает, а так вот серьезно выделяется. То есть те, которые прямо откровенно эту игру, больше все-таки ругают, чем хвалят, их сейчас меньше, чем тех, которые, наоборот, хвалят, а не ругают. Но в любом случае, как ни крути, эта игрушка необычная, какой она, в общем-то, всегда и являлась. То есть серия Mountain Blade всегда была очень специфичной серией, и очень специфичный был подход к ней у разработчиков, уж я думаю, что многие не знают уже, многие не помнят, а тот и никогда и не знал, что когда-то эта игрушка чуть ли не зародила вообще весь жанр, все направление, точнее, раннего доступа. Потому что именно турки в свое время его запустили, да, там были какие-то другие еще подвижки, но это было еще до Стима, и тогда именно этот формат, он, в принципе, очень хорошо для этой игры именно подошел. И, в принципе, ранний доступ это та вещь, которой мы обязаны, в принципе, в плане существования данной игры. Не было бы раннего доступа, не было бы и самой игры. Так что поэтому я думаю, что надо просто понимать, что дело мы имеем с турками, дело мы имеем с Тейллорд, с Армаганом, его командой, и сейчас как-то оценивать эту игру с точки зрения каких-то других источников. То есть вот типа есть игры класса 3А, давайте мы сравним турков с разработчиками игры класса 3А. Ну это глупо, то есть это совершенно иной подход, и я считаю, что надо турков оценивать как турков, сравнивать их самих с собой. И оценивать Банлорд именно как развитие идей первой части, как улучшение первой части, но все-таки не как там совсем что-то иное, и как игра, которая у тебя где-то там в голове мелькала, как идеальная игра. Нет, нет, забудьте про идеальные игры, это не про Банлорд. Банлорд это про приятные эмоции, про то, что ты зависаешь в этой игре, про то, что ты в ней получаешь вот то, что хотел получить во многом. И я уже вам рассказывал в видеороликах своих, что именно в этой игре хорошего есть. И вот если вы настроитесь на положительную волну, то вы будете в принципе на ней находиться еще долго. Ну и может быть разработчики как раз эту волну будут вам еще и поддерживать, если конечно же все сложится правильно. Вот, ну если неправильно, ну в конце концов вот эти 70 часов, допустим, в которые вы в эту игру наиграете, а потом пойдете в Steam оставлять отрицательный отзыв, но все-таки 70 часов было, да, ну глупо это отрицать, да. Вам эта игра нравилась, и то, что на 71 часа она вас разочаровала, ну это уже вопрос другой. Ну а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарий, и всем удачи.